Я ни в чем не виновата. Таково заявление директора ансамбля ЖОК Алены Стримбяну в ответ на ее увольнение. Решение было принято после служебного расследования, проведенного Министерством культуры. По закону, что именно вы нарушили? Предъявляется несколько пунктов, которые я нарушила, то есть утверждается, что я нарушила. Мне надо в конце концов увидеть, что действительно. Я не чувствую себя виноватой ни в чем из того, что они утверждают в отношении наследия, костюмов, других вещей, которые были выявлены согласно их выводам. Стримбяну также заявила Пятому каналу, что решение о ее увольнении было спланированным. В пятницу меня пригласили в Министерство культуры, но в ходе встречи мне предоставили несколько заключений, которые я, естественно, оспорила. Очевидно, что это расследование было начато с очень четкой целью – снять меня с должности. Ни министерство, ни нынешнее правительство недовольны успехами ЖОКа, и, снимая меня с должности, они запугивают артистов. Бывший руководитель танцевального ансамбля также сказала, что пока не решила, что будет делать дальше, но на время возьмет перерыв. На вопрос, что будет с четырьмя танцорами, участвовавшими в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Стримбяну ответила, что пока не знает, потому высказываться по этому поводу рано. Согласно заявлению Министерства культуры, Алену Стримбяну обвиняют в ряде нарушений, таких как создание и содействие ситуациям, связанным с передачей костюмов и аксессуаров государственного ансамбля сотрудникам в личных целях для использования в частной деятельности в нерабочее время, нарушение процедур выезда за границу без согласия министра, нарушение процедур совмещения функций директором и другие. При этом Стримбяну не согласна с обвинениями и считает себя невиновной. Отметим, что Алена Стримбяну до сих пор была отстранена от исполнения должностных обязанностей на время внутреннего расследования, начатого Министерством культуры после того, как четверо танцоров ансамбля «Жог» приняли участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Глава Минкульта тогда заявил, что начал проверку, потому что хочет понять, как эти молодые люди, входящие в состав государственного ансамбля, пришли к тому, чтобы играть в игры пророссийских политиков. При этом в социальных сетях появилась информация, согласно которой власти потребовали от руководства ансамбля уволить этих четырех танцоров. На вопрос радио Молдова, считает ли он, что молодых людей следует уволить, председатель парламента Игорь Гроссу ответил, что решение остается за уполномоченными структурами, но он сожалеет о выступлении артиста в России. Как сообщило руководство танцевального коллектива, четверо солистов «Жог», представивших танцевальную программу в Санкт-Петербурге, в этот период находились в отпуске.